Информационная продукция для детей, достигших 16 лет. Я все-таки больше знаю вас как гражданского активиста, но в последнее время, видимо, с вашим новым проектом вас в деле спасания планеты практически не видно. Как это понимать? Вы отошли только потому, что занимаясь сейчас важным другим делом вашей школы или все-таки поубавилась активности социальной и гражданской? Ну, я думаю, что здесь гражданская ответственность или активность какая-то, она выражается у всех по-разному. В какой-то период времени ты выбираешь определенную позицию, но ты меняешься, получаешь какие-то знания, какой-то опыт. И твое, скажем так, отношение к этому, не то, что даже самоотношение, твои действия, они начинают становиться немножко другие. Вопрос только в том, что какое гражданское общество ты хочешь видеть, и когда понимаешь, какое именно гражданское общество тебе бы хотелось вокруг себя иметь, ты, наверное, выбираешь другие инструменты. И здесь нисколько активность поубавилась, наверное, она изменилась, скажем так. Направление моей активности стало немножко другим. Путь выбран гораздо длиннее, чем до этого я выбирала. Ну, это к тому, что опять мы говорим о том, что наше общество, оно нуждается в каких-то переменах. Если раньше, я более шести лет, наверное, принимала участие в различных акциях, государственных каких-то советах, комиссиях и так далее, то я понимаю, что взрослое наше общество и та система, в которой мы вообще живем на данный момент, ее очень тяжело развернуть. И чтобы ее изменить, невозможно менять каждого человека индивидуально, а все взрослые люди — это уже устоявшиеся личности. Ну, скажем так, я выбрала путь другой, менять, наверное, немножко сознание, начиная с детского возраста. И я понимаю, что это более благодарная, скажем так, аудитория, и возлагаю на это очень большие надежды. Я знаю, что вы пробовали себя в разной ипостаси, в том числе и в ресторанном бизнесе, и теперь у вас школа. Где вам интереснее? Почему вот такой переход? Ну, вообще человек — такое создание, которое все время находится в поиске себя. Кому-то везет найти себя гораздо раньше, кто-то ищет себя почти всю жизнь практически, кто-то себя находит, кто-то не находит. Скажем так, что вообще сфера бизнеса, какого бы то ни было, она очень интересна для меня. Опять же, можно считать и это социальным вкладом, скажем так, в развитие гражданского общества, потому что экономическая составляющая играет большую роль. И благополучие населения тоже зависит от того, как развивается бизнес в регионе. Не могу сказать, интереснее или неинтереснее, но для меня школа, она действительно стала таким симбиозом моей какой-то гражданской позиции и, скажем, реализации в бизнесе, реализации как учителя. Очень многие аспекты, они вот прям включились, и собрался такой определенный пазл, который дает возможность мне сейчас ощущать себя, скажем так, на месте, с таким пониманием того, что я делаю то, что я хотела делать всегда. Что больше всего вам нравится в школе? Больше всего мне нравится возможность, наверное, давать детям ту свободу, которую нам очень сильно не хватает из-за стереотипов нашего общества. Это, скажем так, есть такое не очень легкое наследие предыдущих поколений, которые в нынешнем современном мире немножко мешают нашему молодому поколению быть гибче. Наверное, очень мало, как это модно сейчас говорить, soft skills, да, применение этого, очень сильно меняет, мешает, мешают рамки какие-то определенные. И наше взрослое сообщество, да, скажем так, с ним бесполезно бороться. Ну и не нужно, конечно, каждому свое, но хочется вот создать такую территорию, где дети немножко могут быть свободными личностями, где они могут самовыражаться, где они могут не бояться разговаривать со взрослым человеком и высказывать свою точку зрения, не бояться того, что за это их накажут, наоборот. У меня такой вопрос. Все ваши преподаватели, они жители города Казаларда, они преподавали в других школах, кто-то преподавал еще в советское время, они пришли к вам, и вдруг как-то в один момент они изменились и дают возможность развиваться детям по новому методу, в новом направлении. Вот как это получается? Вы в это верите? Не совсем так это получается, как, допустим, они пришли и сразу вдруг все изменились. Конечно, нет. Очень много взрослых людей, которые у нас работают, имеют свою точку зрения. Но мы не навязывая свое мнение, мы создаем такую атмосферу, в которой и взрослый человек начинает немножко себя вести иначе. У нас нет авторитарного какого-то там режима в школе. Мы стараемся сокращать максимально, если честно, в отличие от государственной школы, мы как раз-таки понимаем, чем учителя загружать не стоит, чем лучше всего действительно, где ему дать реализовать себя. Новая программа обучения, которую мы в этом году будем внедрять, она как раз-таки о том, что ты педагог-учитель, ты должен полностью посвятить себя только предмету. Мы полностью забираем все функции, которые не относятся к их основной деятельности. Никакого классного руководства, никаких лишних отчетов. Все, что максимум отчетов, это у них диагностика успеваемости их учеников, с которыми они работают. И опять же, мы понимаем, что мы не можем за один раз, за один день изменить полностью всю систему. Есть у нас учителя с 50-летним опытом. И мы когда стали замечать, что они вовлекаются вот в этот процесс, они понимают, что мы сейчас делаем, и это было очень дорого действительно для нас. И их взаимоотношение с детьми стало, оно меняться немного. Они начинают слушать. Один человек может изменить мир? Нет, конечно. Такого невозможно. Мы живем в сообществе. Не бывает такого, что один человек меняет мир. Просто в силах или в руках каждого человека изменить себя. И когда ты меняешься, то, как ты ведешь себя с теми людьми, кто тебя окружает, что ты несешь в этот мир, оно постепенно начинает заряжать. И когда таких, скажем так, людей становится много, тогда, да, наверное, вот это вот качественное общество, оно и появляется. Следующий вопрос такой будет достаточно личный, и, может быть, покажется вам бестактным. Я заранее прошу прощения. Я не требую ответа, но я считаю, что ваш пример, он мог бы быть мотивацией, утешением, примером для подражания многих людей. Я говорю о вашей борьбе с недугом. Да, хотите рассказать, как это все происходило? Вы знаете, я никогда не ухожу от этой темы, на самом деле. Почему? Потому что я понимаю, насколько это может быть важно для кого-то. И здесь такой момент, что по сей день, уже прошло 6 лет, до сих пор иногда ко мне обращаются люди совершенно посторонние с вопросом «как?». Я не знаю, как, правда. Мне кажется, это очень индивидуально. Единственное, я поняла одну вещь и сделала для себя вывод. Научилась, наверное, в тот момент брать ответственность на себя. Когда мы перестаем искать причины вовне, когда мы перестаем винить, наверное, что-то или кого-то в каких-то не совсем приятных моментах своей жизни и начинаем понимать, да, вот какую я несу за это ответственность и что я могу изменить и сделать в этот момент. Ты в это погружаешься, у тебя мысли вообще уходят в другую сторону, тебя отпускают. И здесь вопрос-то, особенно если мы говорим про онкологию, то там психосоматика – это ужаснейшая составляющая этого диагноза, скажем так. Но на самом деле это не такая страшная болезнь, как мы привыкли, опять, стереотип нашего общества. Я увидела очень много примеров, очень много примеров, когда действительно люди выздоравливают. И когда у меня спрашивают, я говорю, я считаю это вообще благословением для себя, потому что, наверное, в тот момент было осознано очень многое, и жизнь разделилась на «до» и «после» в хорошем смысле. Качество моей жизни стало намного лучше. Поэтому здесь об этом нужно говорить, об этом можно говорить, наверное, как пример того, что это совсем не повод опускать руки и совсем не повод сдаваться. А в какой момент приходит осознание того, что ты можешь? Не просто осознание того, что ты хочешь или что ты должна, или дети, семья, заботы, а вот что ты можешь это исправить, и что ты можешь сделать это именно для себя? В какой момент это происходит? Наверное, в момент, когда ты начинаешь задумываться вообще, для чего ты в этом мире. Люди, каждый человек же в этот мир приходит не просто так, у каждого есть какая-то определенная миссия, и когда ты начинаешь задумываться, в чем твоя миссия, что ты можешь сделать чуть-чуть лучше, чем кто-то другой, что ты должна в этот мир принести и оставить, наверное, здесь появляется уже вопрос, как ты это сделаешь. Как вы это сделали? Я не думаю, что я это, наверное, сделала сейчас, вот в том виде, в котором хотелось бы, но я иду к этому. Здесь принятие себя, наверное, да, доверять себе, наверное, больше, чем кому-либо. Говорят, интуиция, своей интуиции. Вот легко говорить, это можно и прочитать в книгах. Сидит телезритель, услышал то, что вы победили, не док, и хочет получить конкретный совет, а что делать ему? Посмотреть передачу, встать и дальше делать какие-то определенные, конкретные шаги, и что он должен делать? Ну, во-первых, мне, скажем так, повезло с теми людьми, кто меня окружал на тот момент. Первое, что мне сказал вообще врач, профессор, она сказала, бросите вообще мысли о каких-либо БАДах, каких-то там еще лечениях. Конечно, медицинское лечение получала я, химиотерапию, скажем так, но никаких там заговоров, БАДы, там, какие-то травы или еще что-то абсолютно нет. Вашему организму нужно восстанавливаться, ему нужны витамины. Где их брать? В продуктах. Пусть это будет натуральная еда. Выбирайте, вы просто задумайтесь о том, что вы едите. Когда у вас маленький ребенок, вы ему выбираете еду. Вы кушаете домашние яйца, хорошее мясо, чистое молоко, неиспачье старается. Овощи, фрукты. Вы выбираете для него продукты, чтобы он был здоровее и сильнее. Вот так вы должны относиться к себе. Сейчас фактически вы абсолютно чистые, вас вытравили абсолютно полностью. Восстанавливаться вы можете только благодаря природным витаминам. Потому что любые другие вещи, содержащие химию, они тоже наносят вред организму. Очень важно каждый день хотя бы 40 минут частных гулять. Даже когда было очень тяжело ходить, когда было там физически это делать невозможно. Но я благодарю вообще своих близких друзей и родственников, которые просто выводили на прогулку. Почему это важно? Потому что когда ты гуляешь, твое сознание, оно отдыхает. Ментально ты начинаешь потихоньку перезагружаться, даешь себе возможность не просто насытить организм кислородом, но упорядочить какие-то свои мысли. И когда ты каждый день это делаешь, это очень полезно для твоего ментального здоровья. И получается, что твоя задача только одна – начать заботиться о себе. Потому что кроме тебя больше это никто не сможет сделать, даже если будет очень сильно хотеть. Когда у человека нет внутреннего желания, внутренней готовности исправить ситуацию, все бесполезно, можно тратить огромные суммы денег, ездить по заграницам, но это не может дать результат. Поэтому что нужно сделать? Нужно начать заботиться о себе очень качественно. Поднимите руку, кто считает себя свободным. И далее идет перечет того, что является в нашем понимании свободой. Это из вашей ленты. Вы пишете, что при этом мы надеваем костюм на работу, потому что дресс-код не оставляет нам выбора и так далее. Скажу прямо, что никогда вас не видела вне дресс-кода. И по скриптаме вы пишете, что вы директор, несвободный директор и просто мама. А как человек вы свободны? Что для вас вообще является свобода человека? Вы знаете, когда спрашивают, какая у тебя в жизни цель быть свободным человеком. И когда спрашивают, что такое свобода. Свобода — это когда ты можешь выбирать, где находиться, с кем находиться в тот или иной момент. Что делать в тот или иной момент. Наверное, это и есть свобода. Свободна ли я? Наверное, не совсем. Потому что мне очень дорого сейчас то, чем я занимаюсь. А это накладывает определенные, опять же, обязательства. В том числе несвободный директор, дресс-код — это уже несвобода, скажем так. Мама, ну, это такая, скажем так, сладкая несвобода. Пока дети еще не выросли, не стали самостоятельными, да, я тоже несвободна. Но очень хочется, наверное, как награду за всю свою прожитую жизнь получить вот эту вот свободу в итоге. Когда вы думаете ее получить? В каком возрасте? Есть какие-то определенные временные рамки? Очень хотелось бы как можно быстрее. Но это говорит о том, что опять, видите, даже мы, я живу в нашем сообществе, я не могу, например, одеваться так, как мне хочется, потому что мне не позволяет статус директора. Я не могу делать прическу, очень аккуратно стараюсь относиться даже к своей прическе, которой бы мне хотелось, потому что, опять же, это третий тип общества, которое наложится на весь бизнес-процесс. А если вы придете в косухи с ирокезом, это будет означать, что вы плохой директор? Вы знаете, я не настолько радикально, да, там, косуху можем оставить, ирокез там можно мне делать. Детям очень нравится, детям очень нравится проявление свободы у взрослых, потому что они берут с этого пример. И на вопрос о том, что почему вы разрешаете в школе детям ходить синими, красными, там, какими-то волосами, наверное, потому что это самовыражение, и это проходит. И косуха, наверное, это стиль. На самом деле нужно понимать, что несмотря на то, что ты директор или кто-либо, косуха может быть твоим стилем и гармонично смотреться на тебе. Но опять стереотипы не позволяют нам этого сделать. Любимый вопрос мой о социальной культуре. Замечаю, что в Казларде у нас очень мало молодежных групп, да, у нас нет эмо. Кто-то, наверное, сейчас говорит, слава богу, или нет группы рокеров, да. Кто-то, наверное, опять говорит, слава богу. Ну, элементарно, нет бардов, которые, молодых бардов, которые где-то собираются с гитарой. Вот этих социальных групп, ну, практически нет. Наш разговор с вами начался о том, о чем можно говорить, да, о чем нигде говорить. Но, смотрите, опять же, это не свобода. Я не знаю, останется это в передаче, нет, но скажу свое мнение так. Мы не разрешаем детям самовыражаться. Это кто, в вашей школе или вообще в обществе? Это в обществе. В обществе. В обществе. Мы очень сильно загоняем в рамки. Мы не даем свободу. Мы боимся давать свободу. Мы боимся, что те же самые рокеры, эммы или еще кто-то, они очень сильно уйдут в негатив. И наш страх вот этого негатива, он как раз-таки не дает возможности самореализоваться культурно. И здесь получается то, что мы или действительно получаем таких радикально негативные какие-то там направления, или же вообще ничего не получаем. Серый носу. Ну, по сути, это получается так. Потому что, если мы говорим рокеры, барды или так далее, это культура. Это культура, которая тоже наследие. Она тоже передается из поколений, из нее тоже строится история. Вопрос в том, что мы передать им. Вот на сегодняшний день мы пользуемся тем наследием культуры, которое к нам пришло, скажем так, уже столетиями, веками. А что мы, как поколение, оставим в культуре? Здесь как раз-таки речь идет о том, дайте свободу самовыражаться, дайте им возможность. Они ходили с синими волосами месяца два-три. Когда они поняли, что их принимают как личности, они перестали это делать. Они стали выражаться в другом. Они стали рисовать картины. У нас вообще это направление вдруг выстрелило неожиданно для меня, что там у нас действительно очень много конкурсов стали участвовать во многих конкурсах дети, потому что они самовыражаются и стали через это. Мы боимся. Вот опять наша гражданская позиция заключается в чем? Отвоевать сейчас какие-то моменты ныне существующие, или же все-таки дать возможность реализоваться молодому поколению так, как оно может это сделать? Потому что мы теряем конкурентную способность очень сильно. На рынке всего мира мы очень сильно теряем конкурентную способность. Мы радуемся единичным победам наших детей. Один-два ребенка уехали где-то в крупных американских компаниях где-то работать. Это здорово, это хорошо. А сколько не уехали, а сколько здесь еще не реализовались, а сколько просто среднестатистический образ жизни выбирают. На самом деле это вот прям очень большие потери для нас. Вот сейчас какой-нибудь телезритель сидит, или телезрительница, скорее телезрительница, и скажет, и что, и все должны уехать? Как раз-таки нет. Уезжают почему? Уезжают именно потому, что не могут реализовать себя здесь. Уезжают потому, что не видят ценности своей именно здесь. Я не уезжаю из Козлорды. Мне часто задают этот вопрос. Почему? Вы знаете, наверное, это тоже гражданская позиция. Это город, в котором я родилась. Для меня очень дорог этот город, все, что в нем происходит. И когда говорят, я начинаю рассказывать про то, что я делаю в своей школе, они говорят, что это в Козлорде. И меня этот скептизм по отношению к Козлорде очень сильно задевает. И я возмущаю, почему нет? И мое большое желание доказать, что да, в Козлорде могут люди действительно самореализовываться. Здесь очень важно сейчас сделать такой, знаете, человеческий, создать капитал, который мы каждый год теряем. Ну, хоть как-то его собрать. Вот это вот идея фикс, которая преследует. Очень качественных людей хочется, чтобы здесь они были. Не будут люди уезжать, когда мы начнем ценить этих людей. Когда мы дадим этим людям делать то, что они хотят хорошо делать. Это так, общие фразы, которые каждый день мы читаем в интернете. Где-то вот один успешный человек, когда сказал второй успешный, когда сказал человек, вы, как человек, несомненно, имеющий достаточно большой багаж знаний, навыков, методов и большой опыт, хотелось бы конкретики, ну, скажем, например, как воспитывать свободного человека. Конкретно, вот прийти в школу и начинать воспитывать свободного человека. Я думала, что вы сейчас задаете вопрос, а как же сделать так, чтобы эти люди там реализовались и не уезжали. Это все зависит только от государственных органов, от того, как они подходят к вопросу, скажем так, организации, не только труда, да, но опять и свободного времени, и каких-то интересов, реализации интересов, какие-то площадки должны создаваться. Люди привыкли к тому, что обычно это делается для галочки, для каких-то отчетов или для каких-то дяденек, которые должны прийти похлопать. Я очень извиняюсь за это, но это не уважение, скажем так, власти. Просто наоборот, наверное, желание, чтобы услышали, о том, что давайте создавать реально для людей какие-то ситуации и площадки, и мероприятия. Я знаю, что есть сейчас, слава Богу, появились молодые депутаты, в том числе и в вашем лице, которые стараются это все сделать, но я вижу, насколько это тяжело, и знаю, насколько тяжело это происходит. Поэтому хочется, чтобы услышали вас и нас. Я повторю тот вопрос. Про свободу. Ага, про свободу, да. Хотела бы услышать от вас более конкретные предложения. Конкретно. Приходит учитель в школу и начинает воспитывать свободного человека. Как это делать? Когда приходит учитель в школу и происходит какая-то там ситуация, недопонимание с детьми, я всегда задаю один вопрос. Когда вы были в этом возрасте и к вам вот так вот обращались, что вы испытывали в тот момент? Давайте мы будем абсолютно честными. Вам это было приятно? Вы сейчас делаете то же самое. Попробуйте просто остановиться на минуту, сделать паузу и попробовать услышать этого ребенка. Почему он вам дерзит, скажем так? Вот у нас была ситуация такая. Учитель возмущен, очень взрослый учитель возмущенно приглашает меня в класс и начинает отчитывать детей в том, что они хотят учить письмо Онегину. И один мальчик говорит, я не хочу его учить, я не вижу там смысла. И вот она, естественно, ее это возмущает. Я говорю, стоп, подожди, а какой смысл ты хочешь услышать? Есть стихотворения, в которых есть смысл? Он говорит, да, я знаю. И он начинает читать это длинное стихотворение наизусть, рассказывать его. И оно действительно наполнено глубоким смыслом. И я при учителе, конечно, ничего этого не сказала, но потом, когда с учителем стали говорить, я говорю, здесь вариант такой. Или нужно было этот смысл донести до них до того, как заставлять их учить, или позволить им сделать выбор. Если они не хотят, дайте им альтернативу, или пусть они сами альтернативу найдут. И когда учителя начинают немножко хотя бы слышать, здесь уже становится намного легче и детям, и им самим, и нам, скажем так. Просто надо ставить себя на их место и, наверное, чуть-чуть пытаться слышать. Подобная ситуация была с моим ребенком, когда он пришел и хотел на какое-нибудь классное мероприятие прочесть пастернака. И учительница сказала, что пастернак – это не для твоего возраста. А он был как-то удивлен и спросил мама, а разве стихи бывают для какого-то определенного возраста? И я ей сказала, нет, если ты в этом возрасте глубоко понимаешь эти стихи, значит, это именно для тебя написано. И есть люди, которые и в 30 лет, и в 40 лет читают «Огни и Барто», и для них это будет очень актуально. Я думаю, для того, чтобы учителя начали меняться, наверное, им тоже нужно разрешить быть людьми. Вы очень многое сказали о том, что государственную систему надо менять. Что для вас означает «Новый Казахстан»? Очень много надежд на то, что «Новый Казахстан» у нас появится. Даже я не буду сейчас обсуждать предыдущие, власть или строй и так далее. Но сейчас мировая тенденция вообще настолько стремительно развивается, что мы перестали успевать под нее. И хочется верить, что «Новый Казахстан» он реально не отстанет. Он будет новым, а не старым, в конце плетущимся каким-то государством. Для меня это молодые, свободные, профессиональные и осознанные люди. Меня обычно ругают за то, что я часто вспоминаю Советский Союз. И ругают, что это ностальгия. Нет, это совершенно не ностальгия. Но в моем недалеком прошлом есть эти страницы. И мне не с чем сравнивать. Может быть, это плохо достаточно. Коммунизм. Когда у Владимира Ильича Ленина спросили, что такое коммунизм, он сказал, что это СССР плюс электрификация всей страны. Когда говорили, что при коммунизме не будет бумажных денег, и мы понимали, что коммунизм — это будет какой-то рай. Хотя говорилось не то, что денег не будет, а не будет бумажных денег. То есть, видимо, Владимир Ильич предполагал, что это будут электронные деньги, и электрификация всей страны. Сейчас уже это постсоветское пространство. Это подразумевало, что каждая деревня может достучаться до другой деревни, потому что страна большая. Сегодня это глобальное. Мы видим через тот же самый интернет. Мы грезили о другом коммунизме. Оказывается, коммунизм, он более прост и более понимаем именно в таких каких-то технических вещах. А мы говорили о том, что при коммунизме это будут другие люди, это будут люди сверхчеловеки душевные, духовные и так дальше. Не получится ли так, что мы сегодня, думая и мечтая о новом Казахстане, опять придем в какие-то другие дебри? Конечно, мы должны говорить о Советском Союзе. Это история, это неотъемлемая часть каждого из нас, потому что то, что мы есть, где мы находимся, как мы живем, а, кстати, неплохо живем, по сути, наверное, это и есть составляющая, которая привела нас к сегодняшнему результату. Куда мы идем? Опять же, вопрос очень такой, скажем так, глобальный, о котором можно много рассуждать. По мне, это опять желание свободы. Вы только что тоже затронули тот момент, что мы все шли к тому, что это будут свободные, какие-то там счастливые, реализованные люди. Так это о том, о чем мы с вами говорим все интервью, в принципе, мы туда действительно идем, как бы оно ни называлось, коммунизм, капитализм, как хотите. Но желание человека быть свободным, быть в ресурсе и, скажем так, быть реализованным в этом мире, оно всегда было, есть и будет. Единственное, что у нас есть такие человеческие факторы, которые нас очень сильно тормозят и не дают к этому прийти. Какая-то жадность, зависть или еще что-то, которое включает в людях негативные моменты, и они начинают нас тормозить. Насколько у вас есть доверие, что будет так, как вы сейчас сказали, что мы придем к этому светлому будущему? Все или не все, это другой вопрос. То есть какая-то часть придет, какая-то часть не придет? Есть такая очень хорошая книга «Теория Кастер-Алейда». Там, кстати, очень хорошо как раз-таки описывается, как происходит развитие человечества и движения, кто дойдет, куда дойдет. Мы привыкли думать, что речь всегда идет о каких-то материальных капиталах. На самом деле не всегда так. Поэтому дойти дойдем, а кто дойдет, это уже не ко мне вопрос. Вы куда дойдете? Ну, хотелось бы опять же дойти до этой свободы, самореализации, скажем так, и спокойной осознанной жизни. Очень интересный подход у вас. И у меня такой вопрос. Смотрите, столько книг у нас религиозных, духовных, философских, Куран, Библия, Веды, Тора. И везде во всех этих книгах, во всех этих текстах, писаниях написано, что человек должен делать, чтобы обретать все-таки эту свободу. Все эти книги написаны для того, чтобы человек был свободен, что он не обременял себя долгами, не обременял себя казнью, не обременял себя преступлениями, не обременял себя грехами и так дальше. Но почему эти книги написаны много веков назад, но почему сегодня все равно мы не обретаем большого духовного развития, культурного развития? Во-первых, сама по себе религия, мое мнение такое, скажем так, это опять же где-то вычитанное, где-то там понятое. Религия сама по себе, она призвана немножко сдерживать, скажем так, страсти человеческие. Вы перечислили о том, что в писаниях говорится, как нужно делать и что делать. Почему? Потому что вот эту духовность человек, он теряет в процессе развития. Если, допустим, человек родился и живет в каком-то сообществе, в котором высокодуховное сообщество, у него очень много шансов, конечно, стать духовным человеком, высокодуховным. А если человек живет в сообществе, в котором разные, скажем так, примеры социальные, то много соблазнов, много моментов, которые его скатывают. Поэтому религия, это в моем понимании, это такой сдерживающий фактор, который постоянно направляет, подсказывает, как инструкция, что ли, да, там, как тебе нужно вести свою жизнь, чтобы она была качественно хорошей. Есть такой момент, что если бы все люди были высокодуховными, то было бы очень тяжело ими управлять. Когда человек знает свою ценность, и он знает ценность своей жизни, имеет свое мнение, им очень тяжело управлять. И есть другая каста людей, скажем так, да, у которых другие интересы в этой жизни. И им очень выгодно, чтобы люди, общая масса, они поддавались каким-то животным инстинктам, каким-то там грехам и так далее. И играя на этом, они создают какие-то империи, собирают капиталы и так далее. Вы религиязовый человек? Когда задают такой вопрос, я всегда говорю, для меня Всевышний, это внутри каждого человека. Он здесь. Это независимо от того, как я вовне это проявляю. Я уверена в том, что мы обязаны помогать тем, кто слабее сейчас для себя. Я понимаю, что это я делаю для себя. Я делаю не для того, чтобы казаться выше того человека, который слабее меня или еще что-нибудь. Это моя дань. Опять, это религиозная, наверное, составляющая. Всевышний мне дал столько. Вот я должна вот так вот поделиться, как могу. Наверное, я религиозный по-своему, скажем так. Это внутреннее убеждение. Это не... Мне не нужно признание от общества, чтобы они меня признали религиозным. И мне не нужно общество доказывать и показывать. Это внутреннее составляющее. Есть такое мнение, что религия для слабых. Я знаю людей... Не очень хороший сейчас будет пример такой, не очень приятный разговор. Я знаю людей, которые ходят на намаз, там, держат пост, а потом совершают какие-то непристойные вообще вещи. Это и есть религия для слабых. Это и есть... Он просто показывает что-то кому-то, пытается там доказать, или кого-то в чем-то это убедить, но при этом обманывая, скажем так, самого себя. Самого себя. А, опять, внутренние религии, я знаю других людей, которые действительно высоко духовные люди, это не для слабых, это для сильных. Истинная вера, истинная вера, она для сильных. Есть такой опросник Пруста, и такой вопрос, если бы вы оказались перед Богом, что бы вы ему сказали? Благодарю за все. За возможность быть, за возможность, наверное, жить, что-то делать. Спасибо большое за то, что приняли участие в нашей программе. Это была телепередача Козгара с точки зрения. Всего доброго. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова КОНЕЦ Продолжение следует...